Сегодня у нас будет такой жесткий, наверное, выпуск, необычный. Мы поговорим о обратной стороне медали нашего спорта, о травмах. Многие считают бойцов, спортсменов, безумцами. Сгонка веса, травмы, полученные как в боях, так и на тренировках. У тебя, получается, практически все части тела были травмированы. Спрашивается, зачем все это нужно? Ни для кого не секрет, что за спортивными победами, за славой и деньгами стоит упорный труд и травмы. Поломанные носы, поломанные руки, ноги, а также это реабилитация. Зачастую долгая, мучительная реабилитация. При этом, чтобы преуспеть, необходимо не заканчивать тренировочный процесс. Если поломанные ноги, они тренируют руки. Если поломанные руки, они тренируют ноги. Сейчас Мамур опять очередной раз. У него то нога травмируется, то рука, то нос, то еще что-то. То ухо. То ухо. Сейчас, например, он не тренируется из-за того, что у него мениск корма. Сейчас будет операция скоро. Но он пришел на тренировку, на одной ноге пытается что-то там пятнашки делать. Расскажи, что у тебя с ухом было? С ухом, когда мы были на сборах в Шипси, с Даньером обгибаем, спарринговались. Тогда у меня был один шлем. Он прямо боковой попал, прямо левое ухо. Он прямо, как получается, в воздух туда согнал. У тебя лопнула барабанная перепонка. Да, барабанная перепонка, сейчас она лопнула. Ну да, операция. Операция, говорят, 300 тысяч стоит. Представляете, да? Сначала, говорят, нос сделать, потом это. Я пока буду тренироваться. Еще врач Плюк сказал, когда все передумаешь, все уже завязываешь с спортом, можно уже сделать. Тогда чинить надо сейчас. Да. Полностью сделаю ТО. Это, кстати, я хочу сказать, что это не противомотивационное видео. Это просто немножко шокирующее и, может быть, немножко открывающее жесткость, сложность этого пути. Это новогодние спортивные сборы. В то время, как вся страна отдыхает и не знает, чем заняться, у нас движуха происходит. Некоторые ребята, которые принимают с горах, они уже не первый раз с нами. У нас, как бы, даже уже некая история совместная есть. Вот приехал Рамазан Кадеев. Он участвовал на трех наших турнирах, которые мы организовывали и отлично себя показывал. Третий какой-то большой стал. Сколько ты сейчас весишь? Где-то 8-21. Ты начинал первый раз в 60, да? 61-61. Сейчас уже нереально уже уложится в ТОС. И сейчас, после этого, Рамазан дали контракт, дали бой ACB Янтыглас, и он его уже совсем по-другому провел. У тебя отбоя к бою, как бы, такой, видно был рисунок, менялся такой. Собранность появлялась, как бы, уже сумбур так проходил. И так, вот, последний бой, расскажи, как вот, по ощущениям даже, ты так прям в чёрт ваша? Ну, с каждым боем чувствуется, что опыт набирается. Сейчас потихоньку делаем работу, вот, на сбору сюда, туда-сюда едем. По ощущениям, у тебя такое было видно, уверенность, и даже там между раундами такой жест такой показывал, типа, сейчас всё будет, типа. Ну, я первый раунд, но я понимал, что физически мощнее сопельник будет у меня, как бы, бороться, да. А во втором раунде я уже видел, что он нормально так подустал, я показал Теню, что теперь моё время, короче, всё начинает работать. А ты сам-то не просил функционально? Нет, честно говоря, очень хорошо себя чувствовал. Я, когда он меня валил и грузил, я мог вставать, я понимал, что он прям устаёт, я слышал по дыханию, как он пытается ему встать, не устаёт. Я понимал, лучше дам ему поработать, и он под встань, где во втором раунде я начну. Стратегия была такая, да? Да, хитрая. Ну, здорово, вообще здорово. Я думаю, что будущая звезда даст Бог, потому что прям видно, мол, как бы, такой прогресс всё время. Объясни, ну вот, смотри, у тебя, получается, практически все части тела в той или иной степени были травмированы. Но тебя это не останавливает? Я вот, если честно, хочу, очень хочу быть чемпионом. Я к этому уйду. Ну, буду тренироваться, я это делаю для себя, я никому не доказываю, что я драться умею. Это для себя делаю, для своего клуба. Мы идём всё вместе. То есть вот всё, что происходит, да, вот эти, просто часть, ты считаешь, часть препятствий, которые просто на твоём пути? Конечно, это без них вообще. Через это все, много чемпионов, да, все чемпионы через это проходят. Кстати говоря, помимо травм, весогонка, вот только недавно Мамур прошёл весогонку, и она ему была как травма, эта весогонка, на самом деле. Он не смог в итоге восстановиться к бою. Но, тем не менее, даже это. Ну, опять же, это часть игры. Хорошо, вот когда происходили те или иные вещи, когда там лопала барабанная перепонка, да? У тебя не было момента такого, что зачем это надо? Бросить, залечить себя и бросить? Ни капли, нет, не было такого. Вообще не было такого. Всё время думал, сейчас чуть-чуть восстанавливаю и пойду. Ну, у меня врачи говорят, чуть-чуть подожди, хотя бы недельку. У меня не получается дома сидеть. Просто тут получается. Сейчас просто я сам себя говорю, перейду в сессионный зал, рядом с тренером посижу, по одному делаю. Видите, опять начинается, чисто движуха пошла. Самое интересное, что так многие, вот Амазонка там сейчас спаррингуется, ей только вот недавно сделали операцию на колено, у нее там связки были, разрыв мениска. Почему травмы, которые ты получала, да, они периодически бывают? Понимаешь, тебе нос сломали на тренировке здесь, да? Помнишь, нога там страдала? Помнишь, рука кисть там? И ничто не остановило тебя, ты идешь этим путем. Почему? Объясни. Это какая-то философия твоего пути или что это? Есть какая-то мотивация своеобразная? Нет, я просто живу этим, кайфу от этого. Я не хочу уходить в сторону, а потом жалеть об этом, что у меня не получилось, там чуть-чуть не хватило. Я хочу попробовать до конца идти, а там как получится. Серега Андреев всегда на наших сборах. Не так давно он выступал на турнире гран-при, участвовал в гран-при, где три боя надо за один вечер для того, чтобы стать чемпионом. Первый бой он прошел, а во втором у него случилась травма. Вот что там произошло, никто не понял. Вот в какой-то определенный момент в начале боя у меня с ребром что-то случилось. Я думал, что вообще сломал ребро. Хотя ни удара, ничего не было. Как-то стал скручиваться с противником, и у меня хрустнуло ребро. В итоге его соперник стал чемпионом этого гран-при. А сейчас Сергея подписали в лигу. Вот недавно он подписал контракт. Eagles Fight Championship. Это лига Хабиба, которую он приобрел недавно. Расскажи, когда там ближайшая пока? Вот 1 января мне только прислали контракт. Считаю, что такой новогодний подарок мне сделали. На четыре боя вот подписал. Планируется, наверное, на март-апрель турнир. В марте не знаю, где будет, если попаду, а в апреле в Санкт-Петербурге будет турнир. Конечно, хотелось бы в Санкт-Петербурге подраться. Уже как дома, в принципе. Ну и, соответственно, покажем этот турнир изнутри, как он вообще выглядит, как он развивается и так далее и тому подобное. Будем следить за Серегой, как он там двигается, ну и естественно. Не только на турнире будет следить, еще и на подготовке. Я приеду готовиться в Санкт-Петербург и буду там. Тебе не страшно, боль вообще? Ну, она боль временная. Главное, чтобы получилось. Эта девушка идет до конца во всем, просто до конца. Она выбрала путь, идет до конца. Белая амазонка Анна Руденко, многодетная мать, которая именно в буре видит покой. Она эмоциональная, давай, Санкт-Петербург. Она представила, как же, сколько она претерпела. На самом деле, если так рассказывать, начиная от ушей. Уши. Я раза четыре откачивал только сломанные, поломанные уши девушки. С двух сторон причем, оба уха. У меня, кстати, тоже с обоих сторон сломаны, но не так сильно заметно. Хотя я четыре раза сломал вот это ухо. Четыре раза. Это раза два или три. Но уши это вообще не в счет, это можно даже не рассматривать. Наверное, вы не знали, каждый, наверное, через это прошел. Добро пожаловать в салон красоты «Борцовский клуб». В этом деле я тоже не философ. У меня все это было на последнем турнире, где я боролся. Я также получил травму, разрыв плеча и грудной мышцы. Это когда уже карьеры моей как спортсмена уже не было. Для многих вообще это безумство, для большинства людей. Зачем такие жертвы? Каждый, наверное, сходит в какой-то степени с ума по-своему. И если посмотреть истории великих каких-то побед в разных направлениях, даже не в спорте, даже в бизнесе, это часто такой стресс нереальный. Они же рискуют часто вообще всем-всем своим состоянием ради какого-то разлета определенного. Иногда прогорают напрочь, а иногда получается. И те люди, которые достигают каких-то высот, это те люди, которые готовы отказаться от всего ради своей мечты и цели. А мечта, она может быть глупая, безумная, какая угодно, но она мечта. Иными словами, зачем все это нужно? А потому что мы упрямо идем к своей цели. У меня тоже, на самом деле, было много травм. Одно время даже целый шкаф, наверное, гипсов разных. Кисти, локти, пальцы сломанные. На разные части тела, на колени, там тоже накладки вот эти гипсовые. Мне операцию сделали на две ноги уже, на две колена, на два. Решетчатая кость сломана была здесь. Кстати, у меня тоже, там, на ребра, на коленостолб, колено, вот кисть, видите, там, опухшем. Кисть тоже у меня сломана вот здесь. А у вас какой, правая? Правая. Тоже правая. На самом деле, как бы и смешно, и не очень, да, но почему-то это не останавливает, вот фиг знает. Хотя, казалось бы, это безумие.